Накануне в одной из небольших деревушек под сухим логом угарный газ убил на повал двух родственниц, 90-летнюю старушку, по другой же версии бабульке было 93, и её дочь-пенсионерку, женщину 69 лет от роду. Последняя наведалась в гости к своей престарелой матери, обнаружила её лежащей на полу без сознания и вызвала скорую. Как уточнил в комментариях старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга, медики, приехав по нужному адресу, долго стучали в закрытую дверь. Но им никто так и не открыл. Встревоженные медики дозвонились до родственников, пожилой женщины. Те вскоре примчались и, переступив порог, увидели два бездыханных тела. В избе было угарно. Вьюшка печного дымохода была полностью прикрыта. Вероятно, старушка, чтобы в доме в холода сохранить тепло. Слишком рано и плотно прикрыла ту самой вьюшку и угарный газ. Невидимый убийца сгубил женщин. По крайней мере, никаких видимых следов криминальной смерти на мёртвых телах следователи не обнаружили. В комментах после трагедии кое-кто удивлялся тому обстоятельству, что газовый вентиль на печке был перекрыт. Дескать, откуда тогда в избе появился угарный газ? Хотя понятно, что медики скорой в удушливой избе первым делом перекрыли тот самый злополучный печной вентиль газовой трубы. К сожалению, нынешние лютые холода в Сухоложских краях собрали обильную смертельную жатву. На днях в самом райцентре, в смысле в Сухом Лагу, на улице Советской в частной избе, без газа и без света, замёрзла насмерть 60-летняя Марина. Женщина с инвалидностью, которая держала в холодном доме шесть собак, трёх кошек и щенка. Марина не пережила жуткие холода, замёрзла насмерть. А её голодные питомцы целую неделю согревали своими телами хладный труп своей благодетельницы. Впрочем, об этой жуткой морозной трагедии мы уже сообщали накануне. Вмешательство золозащитников хоть и запоздало, но всё же спасло собак и кошек. Шестеро дворняжек новый дом пока не обрели, но они теперь, по крайней мере, сытые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова